Особый повод для гордости. Уже в понедельник в правительстве края стартуют дни Ипатовского района. В преддверии этого события мы подготовили материал об изменениях, которые произошли в райцентре за последние годы. Город благоустроили. Там избавились от большегрузного транспорта и очередей в детские сады. Александр Григоров продолжит тему. Первое, что бросается в глаза в Ипатово, это обновленный центр города. На площади постелили новую брусчатку. К 70-летию Победы отремонтировали мемориал вечной славы. А в этом году открыли две стены памяти. Дети, внуки, чтобы знали наших героев в лицо. Светлана Петровна находит на мемориальном панно фотографию своего отца. Он освобождал Европу от фашистов. Каждый раз женщина уходит отсюда со слезами на глазах. Считает именно эти обновления самыми важными в городе. От души мне понравилось. Только что, скажите, слепая не вижу. А так что нормально. Отлично даже. В этом году акция «Бессмертный полк» в Ипатово собрала рекордное количество участников. Около двух с половиной тысяч человек. Также в центре города появились памятники ликвидаторам аварии в Чернобыле и воинам-интернационалистам. Но за последнее время преобразился не только центр. Привели в порядок и придомовые территории. Помимо этого в Ипатово произошла маленькая культурная революция. Обновили местный ДК. В нем полностью отремонтировали все помещения. Комфортный зал рассчитан на 518 мест. Появилась студия звукозаписи. В этом году из внебюджетных средств оборудовали новую городскую сцену. От старой она отличается прежде всего крышей. Теперь артисты могут выступать в любую погоду. У нас новый сегодня кинотеатр с экраном 3D. Транслируются ежедневно фильмы. Начиная с 10 утра и до 22 часов. Последний сеанс. То есть людям сегодня есть куда ходить. Есть куда ходить и самым маленьким жителям Ипатова. В городе открылся новый детский сад. Современным музыкальным классом, спортзалом и плавательным бассейном. Стоимость объекта составила 140 миллионов рублей. Строительство данного детского сада позволило ликвидировать очередность детские сады по городу Ипатова. Теперь в городе стало легче дышать. Центр Ипатова разгрузили от большегрузного транспорта. Все благодаря новой объездной дороге, которую открыли в 2015 году. Прошла она возле нового микрорайона «Орбита», где у нас движение маршрутных такси было затруднено. Поэтому в настоящее время уже дала возможность соединить и движение маршрутного транспорта именно на окраину города, что очень хорошо людям. Местные власти отмечают, что такое масштабное обновление стало возможно только благодаря поддержке краевого правительства и лично главы региона. Александр Григоров, Андрей Яценко, Ставропольское телевидение.